Девушки отдыхают Офигенно! Кайф! Ребята, она едет! В предыдущей серии мы уже выяснили, что для того, чтобы стать настоящим байкером, вам надо еще учиться и учиться. Как это происходит в реальной жизни, вы можете посмотреть по ссылкам в описании. Но я сейчас говорю об обычной школе, в которой вас, конечно же, не научат ездить на мотоцикле. Но зато вы в ней научитесь читать, писать, считать и прочим образом шевелить извилинами, чтобы самим решать самые сложные логические задачи. И мы вместе порадоваемся вашим успехом! Как говорится, сделал дело, гуляй смело! Можешь сварить для друзей макарончики. Можешь поухаживать за подругой. А она тебе за это приготовит и вишенку. Можешь в свое удовольствие зависнуть в компьютере. А можешь просто просекать на байке по городу. Но не по встречной полосе. Можно ради удовольствия погонять за городом. Но аккуратно. Потому что протяжение тела к земле еще никто не отменял. Об этом первый догадался ученый Исаак Ньютон. Когда понял, что яблонька от вишенки невелико падает. Так что учитесь ездить на своей мопедке грамотно. Чтобы потом не доставать родителей. Типа... Я хочу мотоцикл. Это все, что я хочу. А ведь в прошлый раз мы уже отметили, что родительский кошелек это не домашний безлимитный банкомат. Чтобы постоянно покупать вам новые мотоциклы. Потому что мотоцикл он как... Я маленькая лошадка. Но стою в очном день. Чтобы узнать, а насколько это много. Мы сейчас не будем упражняться, сколько стоит дважды два. А просто давайте сравним какой-нибудь автомобиль и такой же по кубатурности мотоцикл. Итак, возьмем к примеру Mercedes-Benz A-класса. Объем двигателя 1300 кубических сантиметров. Масса его примерно полторы тонны. И стоит он на сегодняшний день приблизительно 1 миллион 900 тысяч рублей. А это мотоцикл Yamaha HR. Объем двигателя 1300 кубиков. Весит приблизительно 280 килограммов. И стоит примерно 1 миллион 400 тысяч рублей. Соответственно, автомобиль Mercedes со всеми его технологическими начинками и гидравлическими приводами. Стоит приблизительно 1267 рублей за килограмм. А мотоцикл Yamaha 5000 рублей за килограмм. То есть, в результате несложных арифмистических исчислений получается, что по себестоимости мотоцикл Yamaha дороже автомобиля Mercedes почти 4 раза. Хотя в мотоцикле нет не навигатора, который помогает вам крутить руль вправо, влево и во все другие стороны. Не климат контроля, который в любую погоду сделает вашу поездку в автомобиле комфортной и приятной. И подушек безопасности, которых в любом уважающем себя автомобиле всегда как минимум две. Не акустической системы, которая позволит вам в дороге не только слушать любимую музыку, но и всегда быть в курсе самых свежих новостей. А еще в мотоцикле нет запасного колеса. И нет даже шильдика на капоте, потому что и капота тоже нет. Зато внутри мотоцикла никогда не потеряются ваши ключи. Но главное преимущество мотоцикла перед автомобилем – это возможность движения, когда все вокруг стоят. И не повышая градуса вашего нетерпения по причине опоздания, спокойно и вовремя доехать из любого пункта А в любой пункт Б. При этом не забывайте, дверь в междурядье всегда открывается вдруг. Так что в пробках будьте аккуратны и вежливы с окружающими вас водителями автомобилей. Потому что они все вокруг, а вы здесь один такой рядом. А еще у мотоцикла есть младший брат – наш родной малолетражный китайский скутер. «Нет! Нет! Не разгоняйся! Я боюсь с тобой ехать! Алин! Алин! Да не сытый господи! Да вдруг ты не ставишься в правление? Не сытый! Все говорят – не сытый! Ай! 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 Широко популярные у нас 50-кубовые китайские скутеры по соотношению грамм-градус-копейка, конечно же, дешевле мотоциклов, которые по техническим возможностям часто превосходят интеллектуальный уровень своих наездников. Но вы – мальчишки и девчонки, а также их родители. Сами посчитайте, сколько времени вам нужно будет экономить на школьных завтраках, чтобы купить себе даже дешевое китайское железо, лишь для того, чтобы превратить его в высококачественный отечественный металлолом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что же мне мама скажет? Ха-ха-ха! Что же мне мама скажет? А мама, наверное, скажет. Молодец, сынок! На тебе еще денежек! Иди и купи себе еще стероидов для укрепления мышц головы. Возможно, она тебе еще пригодится в жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но лично я в этом не уверен. Потому что нового Илона Маска из него уж точно не получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а в целом, как вы понимаете, наши люди на дорогах мотоциклами не разбрасываются. Они их любят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они за ними ухаживают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Им дарят подарки, как любимому ребенку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И оберегают от разных плохих неприятностей, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Которые подперегают наши мотоциклы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что чувство байкера к своему мотоциклу это... Как бы вам это попроще объяснить двумя словами или еще короче? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понимаете, если взять за эталон любовь мужчины к женщине, то любовь к мотоциклу – это не тот случай, когда, как говорится, женился сам, отговори товарища. Это неугасающая страсть на всю жизнь. И мы очень хотим на нашем канале подвидеть всех наших зрителей, независимо от возраста. Друзья, не сдерживайте себя и сделайте хотя бы первый шаг к осуществлению своей мечты в сторону мотоцалона. А на сегодня мы с вами прощаемся, чтобы встретиться снова и поговорить о наших российских дорогах, по которым, судя по всему, нам предстоит ездить еще в ближайшие лет 20-30-50. И которые у нас, в общем-то, и не такие уж плохие. Жаль только, что на них не хватает стрелок для поворота на нужную колею. До встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова